Мировые селебрити просто помешались на митохондриальном омоложении. Кайли Джейнер, Белла Хадид, Хейли Бибер просто помешались на этой терапии. И все делают себе волшебные капельницы NAD+. Что же это за инновационный метод омоложения и новый эликсир молодости? Действительно ли он работает или все это миф? Сегодня я наглядно вам объясню, как работают капельницы NAD+. И какие исследования по ним проводились. А также поделюсь с вами своим личным опытом, который я прожила совсем недавно, сделав себе капельницу. Все будет только честно и правдиво, и как обычно, научно. Ну что ж, давайте начнем со снов. NAD+, это важная молекула, которая участвует в обмене веществ в наших митохондриях. Это дыхательные органеллы, которые расположены в каждой клеточке нашего организма. И поэтому NAD+, это очень важный кофермент, который регулирует наш с вами метаболизм. С возрастом уровень NAD+, в нашей крови, конечно же, падает. В таком случае мы начинаем чувствовать усталость, повышенную утомляемость. У нас не хватает силы что-либо делать. И все это связано с падением этого кофермента. А вот дети, наоборот, имеют повышенный уровень NAD+, этой молекулы. И поэтому они энергичны, полны сил и много бегают. Напишите в комментариях, замечали ли вы, что с возрастом энергии стало меньше. И тут возникает вопрос, а может ли взрослый обладать энергией ребенка? Возможно ли чувствовать себя так же, как в 10 или 15 лет? Давайте разбираться. Капельницы NAD+, вводятся внутривенно в кровь и попадают непосредственно сразу в организм. Все это сделано для лучшей биодоступности. Также есть NAD+, в виде саплиментов, либо предшественник MNN, который тоже человек может употреблять в виде пищевой добавки в свой рацион. Но лучше, конечно же, капельницы, так как они сразу непосредственно попадают в нашу кровь. Капельницу нужно капать очень медленно, в течение двух, а то и двух с половиной часов. Это связано с тем, что во время процедуры пациент может ощущать тошноту, повышение температуры, легкий озноб, какое-то неприятное состояние в организме. Поэтому ее делают очень медленно. Далее хочется отметить, что существуют специальные схемы. Первая схема как раз-таки для поднятия уровня энергии. Вторая схема для детоксикации организма. И чаще всего показана людям, которым нужно восстановиться после тяжелого заболевания. Например, после гриппа, после ковид, либо отравления. И третья схема показана для людей, которые хотят омолодить организм. Здесь мы уже используем очень большие дозировки для того, чтобы вы себе почувствовали минус 5 лет. Как говорит Хейли Бибер, я буду это делать и никогда не состарюсь. И, конечно же, поверив всем маркетинговым обещаниям, я решила проверить на себе эту чудодейственную капельницу. И сейчас поделюсь своими впечатлениями. Когда мне делали капельницу, я чувствовала легкую тошноту. И как только медсестра увеличивала скорость капельницы, мне становилось хуже. Поэтому я делала ее супер медленно в течение двух часов. За это время рука, конечно же, занемела, потому что так долго сидеть на капельнице достаточно тяжело. Я очень скептично отнеслась к этой капельнице и думала, что вряд ли она мне поможет. Это все-таки ненаучно доказанный метод. С удивлением вечером я обнаружила, что в моей голове появилась ясность. Я стала настолько ясно мыслить, и даже все вокруг поменяло цвета. Я очень удивилась. Думаю, ладно, подожду до завтра. И вот на следующий день я просыпаюсь, и действительно, у меня так много энергии, так много сил. Я думаю, да нет, это невозможно. Это просто эффект плацебо, сказал мне муж. Но на самом деле, действительно, я почувствовала огромный, даже, можно сказать, колоссальный прилив сил, энергии. И вот по сей день, уже третий день после капельницы, вы можете воочию, так сказать, наблюдать, как я себя классно чувствую. Но, возможно, такой прекрасный эффект не из-за капельницы. А все дело в том, что я, наконец-то, выспалась, и поэтому ощутила такой прилив энергии. Поэтому я обязательно пойду на вторую капельницу, чтобы проверить наверняка, сработает она или все-таки лучше сон. А как вы думаете, такой эффект связан с тем, что я выспалась, или потому что поставила капельницу? Поделитесь в комментариях. Но одно дело, мой личный опыт, а что же об этом думает научное сообщество? Давайте посмотрим на факты. Я покопалась в научных ресурсах и обнаружила, что недостаточно крупномасштабных исследований, которые утверждали бы о пользе NAD+. Исследования проводились в основном только на животных. И на животных показали, что действительно повышается уровень энергии, возвращается регенерация, уменьшается воспаление в организме у животных. Но на людях таких исследований пока не проводилось. Вернее, не проводились на достаточно малых группах. То, что капельницы повышают уровень NAD+, в крови, это научно доказано. Но этот уровень может быстро опускаться. И когда сравнивали группы, которые получали капельницы, и которые получали просто физраствор, то NAD действительно уровень был повышен, но затем он быстро снижался. Поэтому говорить о том, что капельницы NAD+, действительно омолаживают организм, и являются неким эликсиром молодости, пока рано. Мы ждем еще больших крупномасштабных исследований. И пока я скажу вам, что это не научно доказанная медицина, а экспериментальная. Поэтому, когда вы отправляетесь на такую капельницу, обязательно задумайтесь, готовы ли вы, что над вашим организмом сейчас будет проводиться некий эксперимент. И несмотря на то, что эти капельницы и препараты одобрены FDA, это американская ассоциация, которая контролирует все препараты, несмотря на это, они до сих пор не используются в больших и научных гайдлайнах, которые могли бы действительно помочь человеку бороться с различными заболеваниями, такими как атеросклероз, альцгеймер, которые действительно приводят к смерти в пожилом возрасте. То есть, таким образом, они никак пока не влияют на омоложение организма. И более того, существует предположение, что повышенный уровень надплюс в организме человека может провоцировать быстрый рост опухолевых онкологических заболеваний. Но это не касается здоровых людей, это касается людей, у которых имеется онкологическое заболевание на начальной стадии. Поэтому очень важно, перед тем, как вы хотите попробовать и найти терапию, обязательно пройти онко-чекап и убедиться, что в вашем организме все в порядке. И такая капельница вам не навредит. Альтернативы. Как же NID плюс повысить естественным образом? Да, такое на самом деле тоже возможно. И истинное митохондриальное омоложение, вы сейчас будете просто удивлены, насколько доступно для каждого из нас. Это обычные аэробные тренировки, такие как бег, плавание. Что это самый обычный сон, более 7 часов. Если вы выспитесь, то уровень NID плюс в вашей крови обязательно повысится. Также отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, которые разрешают этот кофермент. Ну и обязательно продукты, которые содержат витамин В3. Это рыба, мясо, бобовые, овощи и в зелень. Итак, дорогие друзья, я повторюсь, что NID терапия это эксперимент. На данный момент нет обоснованных научных исследований, которые подтверждали бы пользу от этой процедуры. Все это больше хайп и маркетинг. А дальше вы уже решайте сами, готовы вы на такие эксперименты с эликсиром молодости для себя или нет. Возможно, да, через 10 лет, когда накопится база данных, мы получим удивительные факты и действительно этот препарат окажется рабочим. А возможно и нет. Время покажет. Мой опыт определенно был интересен. Я действительно заметила увеличение сил и энергии. Я обязательно еще раз повторю эту капельницу, чтобы проверить, связано это было со сном или действительно она работает. А вы бы попробовали такую терапию? Напишите в комментариях. Если вы действительно хотите выглядеть моложе, тогда подписывайтесь на мой канал. Здесь все научно о современных методах омоложения. Подписывайтесь на мой канал.